...со своими статьями, в ночь Серёза крылько относился с сентября поставленных голосов и их отправил назад. Он хотел, чтобы во всём был порядок, грамотность, юридиция. И здесь легко стало, смотрите, сколько изданий. А нам, чтобы опубликовать что-нибудь там в Ташкенте или вообще в Союзе, очень много проходило таких этапов, что можно было бы сделать. Когда был Марк Морисеевич именно редактор, я часто бывал в его доме, на Метрополитене. И мне было и понятно, и непонятно, он хотел разобраться, в каком мире мы живём, кто нас окружает. Вот сейчас выстрелил президент Куригорь Шунаид на сфере группы телегенции. А на одном из этих заседаний, судороги Гавриэль, мы пришли учёные, телегенция. И в президиуме сидели бывшие руководители общин, которые все имели судительство. И он говорит, послушайте, куда вы пришли? Это не ваше место. А все, если палку объектовали, думали, что везде будет президент. Точно так же он хотел разобраться в роли религии в нашей общине. Бывшему коммунисту понять это было очень трудно. Спорил, доказывал. Я не могу понять, почему все они, извините, уже имея чёрную бороду и шляпу, чёрную, сейчас это не касается, нам понравилось всё. Они лезут к президиуму. Ведь вот кто был в этом году на поминках президента Конгресса Бориса Канглова, в президиуме сидело 12 рабаев, и ни одного человека, как он знает. А то мы другому давали слово, а снимали время. Очень хорошо, что вот мы не можем сопоставить вместо этого, что должно быть. Ван Георгий Алексеевич пытался разобраться. Понятие всего, как он сказал, что он был очень принципиальным, но оптимистом. В одно время я получил заказ на написание одной книги. Я говорю, вам, если хотите заработать, да, почему бы и нет. Давайте напишем книгу о таком-то человеке. Я сделал несколько интервью, он держал неделю, послушал обычную бухарскую биографию. Он был религиозный, добропорядочный, крупец первой гильдии родителей, был в торговле. Как будто ни за что посадили, а посадить было за что, когда в подвале был взрыв. Вот их тухрусть, помидор и огурцов, из которых твой рабочий умер. Пришлось, конечно, его посадить, несмотря на то, что он в этом маленьком городе имел большую поддержку. Мак-месседжи, что можно писать об этом человеке. Даже за деньги это делать невозможно. А сейчас у нас много появилось писателей, которые пишут ранословную, пишут книги. Очень хорошо, если это делается для своих, для своей семьи, для своих родителей. Нет, они публикуют, просят написать отзывы. Да очень жалко, что нет центру. В последнее время, Мак-месседжи, плохо себя чувствовал, он стал терять зрение. Очень культурно попросил. Медик говорит, вы знаете, я уже больше времени могу. Но я буду в составе совета. И мы ему дали возможность попечатать ему рассказы, премуралы, что он его хочет. Точно ведь не доволен. Честно говоря, вот таких людей у нас мало. Некоторые просто сдались. Почему? Потому что ничего изменить как невозможно. Но Марта и Сейф держался до конца. Арнольду, Инне и Эвре, я хочу сказать, что вы можете гордиться своим отцом. Он был уникальным человеком. Жаль, что он пришел из этой жизни в ближайшее время. Спасибо за внимание.